Приветствую, друзья! Это та самая картина, это её версия. Продолжение. По вашим комментам, которые я потом в коллективном разуме... Вы помните прошлый раз, она была совсем жёлтая такая, такая бело-жёлтая. Вы писали комменты, я всё совершенствовал, совершенствовал. Это вот прошлая картина. Докомментировался я. Так вот, послушайте. У меня есть друг Дима Макаров, который в своё время написал «Доктор Диск» про доктора Накамадсу, с которым я его познакомил. А доктор Накамадсу, изобретатель известнейший в мире японский, был у меня в гостях три дня после выставки «Архимед» в Москве, очередной раз получив там медаль, который занимался проблемами здоровья, творчества и долголетия. И вот доктор Накамадсу, на визитке которого было написано, что у Эдисона изобретение было меньше, а у него больше, прямо на визитке. И вот мой друг Дима Макаров, который заведовал в АИФе отделом науки, я написал тогда статью, когда я их познакомил. «Доктор Диск». Потому что доктор Накамадсу, оказывается, был человеком, который изобрёл первый гибкий диск для компьютера, потом трёхугольное крыло для истребителя, потом ещё и оболочку для фотоаппарата, которые он носил с собой, ну и, короче, ещё тысячи-тысячи изобретений, которые он изобрёл. Ну, так вот, сейчас я хочу попросить своего друга, которого очень люблю и уважаю, Дмитрия Макарова, прислушаться к этому вот сейчас вот видео, я ему пошлю, потому что я хочу сказать здесь о человеке-индикаторе. Ну, я уже не доктор Диск, а человек-индикатор. Но это уже я про себя. Потому что вот эта картина, по вашим комментам, в коллективном разуме, в этом формате, в котором мы создаём шедевры совместно, учимся тем самым совместному такому, ну, не диалогу, а треологу, петилогу и так далее, коллективному разуму. Учимся сотрудничать, не конкурировать, а генерировать творчески, чтобы потом решать глобальные проблемы человека и человечества. Такой механизм я придумал для школы человек будущего, хомофутурс. Так здесь вот по прошлому одному из комментов, а я вам благодарен за комменты, потому что мы вместе создаём эти шедевры, и мы много уже этих картин написали, которые выдающиеся. Так вот, по этой картине у меня там попался один коммент, который прошёл через моё сердце, и в конечном счёте вот ту девушку, такую прекрасную девушку, которая была жёлтая, белая такая, вот, и мне там в комментах писали, дайте ей цветы полевые в руки там, или ещё что-то там поддерживали. И там коммент один был такой, что-то жёлтое лицо, что-то такое, похоже на трупы, в анатомичке. Ну, короче говоря, я как индикатор, человек-индикатор, который не безразличен комментам. Не потому, что этот коммент не испортил настроение, нет. Я потом её дописывал, дописывал, как положено, чтобы сегодня вам показать. Всю ночь писал эту картину. А вот в душе у меня, вот я человек-индикатор. Я точно так же реагирую на смену погоды из-за операции на шейной, после того, как упал на гололюдие. Точно так же реагирую на слово. Точно так же реагирую на образ. Точно так же реагирую на всё. Я хочу обратить ваше внимание, что это отражается не только у меня, это отражается у любого человека на каком-то подсознательном, бессознательном уровне в произведении его творений. У каждого человека, каждый человек-индикатор. Индикатор через себя перерабатывает в делах, в книгах, в стихах, которые он пишет. Вот эти впечатления, которые у него возникают от каких-то ударов судьбы, он перерабатывает. Человек-индикатор. Вы-индикатор, я-индикатор, он-индикатор, мы его уважаем, он тоже-индикатор, мы его не уважаем, он тоже-индикатор. Мы все-индикаторы. И вот, поэтому, поскольку школа «Человек будущего» Homo Futurus это школа человечности, я об этом говорю. Поскольку производная, продуктом вашего слова, ваших мыслей, ваших чувств является и то, что вам сказали, и то, что вы увидели, услышали, о чём вы подумали, поэтому, вы, во-первых, должны понимать, и, наверное, понимаете, конечно. В нашей школе человечности, когда мы делимся друг с другом, общаемся друг с другом, у нас есть традиции и правила. Я никогда не выкидываю никакие комменты, кроме самых матёрных, все остаются, какую бы критику ни писали, даже приглашая писать, но критика должна быть конструктивной. Никогда никого не выкидываю. Пишите, пожалуйста, и в телеграме у меня записывайтесь, пишите, и здесь, на ютубе, я к чему сейчас всё это говорю, чтобы вы не забывали, хотите вы или не хотите, если вы человеки, всё равно ваша душа, вы всё равно прорабатываете всё, что видите, всё, что слышите, и это выражается, а я это демонстрирую на своих произведениях, которые мы делаем вместе с вами. А у вас это может выражаться и тоже на картинах, а если вы пишете музыку в музыке, если пишете стихи в стихах, если занимаетесь делами в делах, если пол моете, в том, как пол моете. Понимаете, человек индикатор. И поэтому вы, когда хотите сделать хорошее дело, очень полезное дело для себя и для всех, контролируйте, с кем вы в этот момент общаетесь, потому что есть люди, которые токсичные, которые вам подкинут какой-то фразой, ну, может быть, не специально, нет, потому что люди в этот момент по характеру такие, в этот момент думают, что у него какое-то событие произошло, и он тебе гадость написал. А есть люди не токсичные, а есть люди, которые просто, например, в живописи не разбираются и поэтому видят не картину целиком, а какой-то кусочек, вот нос, говорит, неправильный. Почему там нос такой вот неправильный? Он не видит картину целиком, потому что у него глаз не набит, а потому что у него, например, не глаз набит, а ум, может быть, он выдающийся мыслитель, может быть, а уже вообще не разбирается. Ну, каждый же по-своему, но когда вы занимаетесь каким-то делом, пожалуйста, понимаете, что вы избирательны, чувствительны, что у вас есть кроме ума еще и сердце, и поэтому мы, как человеки, как говорится, хочем или не хочем, все равно все прорабатываем. А это выражается во всех ваших делах. Я в следующий раз скажу, как влияет на вашу судьбу ваш характер, потому что характер ваш это ваша стратегия. А еще одна проблема есть у человека это зависание. Когда он в стрессе зависает, вот две проблемы стратегия и тактика. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. И на вебинаре, который состоится у нас с Романом Газенко, я специально поставлю здесь в прикрепленном коменте объявление. там мы будем говорить, Роман будет говорить как психолингвист о том, как слова на нас действуют. Даже незаметным образом. И будет показывать, как избавляться от стрессов. И я буду показывать новый прием высокочастотная вибрация. Это потрясающий прием, который снимает за несколько секунд любые стрессы и накопленные переживания и дает вам возможность открываться как творец. Но я оставил здесь немножко желтый цвет. Дабы эта картина оснаменовала понимание, понимание, что не только доктор диск, изобретатель, образно говоря, метафоры, но и индикатор. Каждый человек индикатор. И что в момент, когда вы хотите сделать дело, опасайтесь токсичных взаимодействий, а ищите взаимодействия, которые создают синергетику, когда вы чувствуете, что от этого взаимодействия, или от коммента, или от звонка, что у вас крылья поднимаются, вот тогда вы всегда сможете быть на высоте. До встречи, друзья!